Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада вас вновь приветствовать на нашем уроке. Вы готовы? Молодцы! Тогда мы с вами начинаем урок русского языка. И тема нашего урока сегодня состав слова, корень слова и однокоренные слова. Вы готовы? Замечательно! Давайте прочтем девиз нашего урока. Все внимание на экран. Начинается урок. Он пойдет ребятам впрок. Постарайтесь все понять, учитесь тайны открывать, ответы полные давать, чтобы за работу получать только лишь оценку 5. Вы готовы заниматься? Молодцы! Откройте, пожалуйста, свои тетрадочки. Приготовьте учебники и пеналы. Запишите, пожалуйста, число. И давайте проработаем с вами минутку чистописания. Прочитаем наши слоги. Уш! Обратите внимание, что мы прописывать будем целую строчку. Пропишите, пожалуйста, целую строчку. И запомните нашу фразу. Ушки на макушке. Целый урок, должны быть они готовы. Записали, ребятки? Молодцы! Тогда мы работаем с вами дальше. Запишем словарный диктант. Запомните, ребятки, что словарный диктант мы всегда пишем с новой строки, с заглавной буквы. Готовы? Тогда записываем. Что это, ребятки, вы видите? Молодцы! Ягода, помидор, ветер, урожай, малина, земляника, горох. Записали? Молодцы! Запомните новое слово. Гореть! Обратите внимание, что безударное здесь гласное О, а под ударением во втором слоге гласное Е. Гореть! Запомнили? Молодцы! Проверим слова, которые вы написали. Проверяйте, ребятки, все внимание на экран. Обязательно поставьте в своих словах ударение. Ягода, помидор, ветер, урожай, малина, земляника, горох. Вы отлично справились с этим заданием. Тогда мы с вами начинаем новую тему. Все внимание, ребятки, на экран. Ребята, с нами сегодня волшебный паровозик. Меня зовут состав слова. Приглашаю вас в путешествие в страну слов. В пути вы узнаете, из каких частей состоят наши слова. Мои вагончики расскажут вам об этом. А я познакомлю вас с разбором слова по составу. Посмотрите, пожалуйста, из чего состоят слова. Слово состоит из приставки, корня, суффикса, основы слова и окончания. Основа слова, ребятки, это все слово без окончания. Запомните. Давайте повторим, ребятки, вместе. Приставка стоит перед корнем и служит для образования новых слов. Корень. Повторим, ребятки, все вместе. Что такое корень? Корень, это общая часть родственных слов. Суффикс. Повторим, ребятки, вместе. Суффикс стоит после корня и служит для образования новых слов. Окончание. Это изменяемая часть слова и служит для связи слов в предложении. Давайте, ребятки, повторим, как же правильно разобрать нам слово по составу. Конечно, ребятки, вы все помните. Но если кто-то из вас забыл, то повторяет вместе со мной. Разбор слова по составу мы начинаем с того, что находим окончание. Для этого нам нужно изменить слово по вопросам. Кто или что, кого или чего, кому или чему. Или по вопросам какой, какая, какие. Или по вопросам что делает, что делают, что делаешь. Следующим нашим шагом будет выделить основу. Вы все уже знаете, ребятки, что основа – это часть слова без окончания. После этого мы обязательно найдем в слове корень. Для этого нам нужно подобрать родственные слова и выделить их общую часть. Затем находим приставку. Это часть слова, которая стоит перед корнем. Вспомнили? Тогда все внимание на экран. Схема разбора слова по составу, ребятки. Итак, с чего мы начинаем? Обратите внимание, что сначала мы выделяем с вами окончание. После этого выделяем основу слова. Находим корень, приставку и после этого выделяем суффикс. Все правильно? Молодцы! Посмотрите внимательно на слово «посадка». В слове «посадка» окончанием является «а». Теперь выделяем основу слова. Посад – это и есть основа слова. Попробуйте самостоятельно, ребятки, выделить корень в этом слове. Совершенно верно! Корень – сад. Для этого мы должны подобрать несколько родственных слов. Выделяем приставку, которая стоит всегда у нас перед корнем. И после этого суффикс. Суффикс в данном случае у нас – «к». Буква «к». Молодцы, ребятки! Хорошо мы сегодня с вами вспомнили нашу тему. Давайте теперь поработаем по учебнику. Итак, раскрываем свои учебники на упражнении 19. Готовы? Замечательно! Разделите слова на две группы по значению, по смыслу и выделите корень. Итак, мои хорошие, смотрим на наши слова. Гори – горелка, горный – горение, горит – гористый. Мы все видим эти слова, и на первый взгляд они совершенно одинаковы. Как же нам разобрать и отделить одну часть слов от другой? Правильно, ребятки! Для этого мы должны знать смысловое значение каждого из этих слов. Смотрим, ребятки, внимательно на экран. Однокоренные слова – родственные. Что это? Корень – это общая часть родственных слов, корень, и общее смысловое значение. Теперь мы постараемся наши слова разделить на две группы. Итак, гори, горелка, горение и горит. Эти слова относятся к первой нашей группе, потому что они обозначают слово «горение», связанное со смыслом «гореть». То есть тогда, когда что-то горит, обратите внимание на картинку. И следующая группа слов – горный, гористый, горняк – связана именно с горами. Скажите, пожалуйста, мы можем сказать, что это одинаковая группа слов? Правильно, ребятки, вы только что доказали, что это две разные группы. И различаются они своим смысловым значением. Несмотря на то, что у всех этих слов одинаковый корень – гор, все эти слова разные по значению. Запомните, ребятки. Следующее наше упражнение будет такое. Читаем все вместе задание. От слов, данных в первом столбике, образуйте и запишите однокоренные слова. Давайте посмотрим, ребятки. Итак, в первом столбике у нас даны слова, которые будут отвечать на вопрос «что?», А мы с вами должны образовать вторую группу слов, которые будут отвечать на вопрос «кто?». Посмотрите, пожалуйста, что – сад. Теперь задаем вопрос «кто?». Подумайте, ребятки, кто же ухаживает у нас за садом? Правильно, ребятки, садовник. Следующее слово – двор. Кто же ухаживает за нашим двором? Кто наводит чистоту? Молодцы, ребятки. Дворник. Работа. Работник. Молодцы. Мясо. Разделывает мясник. Замечательно. Скажите, легко ли вы справились с этим заданием? Замечательно. Если легко, значит, вы прекрасно понимаете нашу тему урока. Давайте поработаем дальше. Вы не устали? Молодцы. Упражнение 18. Спеши. Выдели корень в однокоренных словах. Смотрим, ребятки, на наше предложение. Тысяча братьев одним поясом подпоясаны. Второе задание. Ползун ползет, иголки везет. Скажите, ребятки, это простые предложения? Либо в них скрывается какой-то смысл или какая-то тайна? Правильно, ребятки. Это загадки. Давайте найдем отгадку к первой нашей загадке. Тысяча братьев одним поясом подпоясаны. Что это? Молодцы, ребятки. Посмотрите, это сноб. А ползун ползет, иголки везет. Конечно, ребятки, это еж. Мы отлично справились с этим заданием. Но теперь мы должны выделить общую часть. Ребятки, общая часть – это корень. Давайте выделим корень в первом предложении. Пояс подпоясаны. Одинаковая часть у них – пояс. Ползун ползет. Одинаковая часть – полз. Это их корень. Вы справились с этим заданием? Молодцы! Тогда мы подведем итоги нашего урока. Посмотрите, пожалуйста, ребятки, и выберите верное утверждение. Чтобы найти корень, надо изменить форму слова? Или же, чтобы найти корень, надо подобрать однокоренные слова? Ребятки, какое из этих выражений вы считаете правильным? Молодцы! Конечно, чтобы найти корень, надо подобрать родственные однокоренные слова, чтобы их было несколько. Тогда вам станет понятно. Проверяем. Выберите верное утверждение. Приставка – это. Подумайте, ребятки, вспомните. Приставка – это часть слова, которое стоит перед корнем? Или это часть слова, которое стоит после корня? Правильно, ребятки. Это часть слова, которое стоит перед корнем. Ну, и последний вопрос. Как называется часть слова, которое не изменяется? Какая часть слова у нас неизменяемая? Вы догадались? Молодцы, ребятки! Конечно, это корень. Вы отлично справились с нашим заданием. Вы сегодня очень хорошо работали. Надеюсь, вы были очень внимательны. А давайте запишем ваше задание, которое вы должны будете сделать самостоятельно. Выполните, пожалуйста, упражнение 21. Ну, и повторите наши правила. Спасибо вам, ребятки, за внимание. Наш урок окончен. Неважно, имеешь ли ты образование. Или прямо сейчас изучаешь основы будущей профессии. А может, уже имеешь успешный опыт в бизнесе. Стать программистом никогда не поздно. Ведь именно технологии дают безграничные возможности для самореализации и развития бизнеса. Сегодня у тебя есть уникальная возможность изучать программирование бесплатно. Стать одним из миллиона программистов Узбекистана и сделать программирование достоянием нашей страны. One Million Uzbek Colors. Стань обладателем профессии будущего. Здравствуйте, дорогие ребята. Я рада вас приветствовать на нашем уроке. Вы готовы? Вы приготовили свои тетрадочки, пеналы, учебники? Молодцы! Тогда мы начинаем с вами урок математики. Все внимание на экран. Давайте вместе с вами прочитаем девиз нашего урока. Мы умные, мы дружные, мы внимательные, мы старательные. Мы в третьем классе учимся и у нас все получится. Вы согласны? Тогда давайте заниматься. Математику мы начинаем с вами с устного счета. Готовы? Молодцы! Итак, перед вами цепочка, ряд примеров и выражений, которые вы должны будете решить. Я буду читать, а вы называть ответы. Готовы? Тогда начинаем. Тогда начинаем. 20 плюс 20 плюс 20. Плюс 20. Получаем 80. Молодцы! Из числа 150 вычли 70. Молодцы! 80. 80. К числу 40 прибавили 4 сотни. 440. Умницы! Из числа 280 вычли 20. 260. Отлично! Следующее. К числу 300 прибавили 50. Получаем 350. Из числа 500 вычли 420. Молодцы! 80. К числу 10 прибавили 10. Прибавили 10. А потом одну сотню. И снова еще один десяток. Посчитайте, сколько будет. Молодцы! 140. Ну и наконец, к числу 500 прибавили 300. Получаем 800. Замечательно! Вы успеваете? Хорошо! Надо считать быстро. Следующее наше задание. Проверяем. К числу 270 прибавили 130. Мы получили... Молодцы! 400. К числу 130 прибавили 270. Мы получили... 400. Замечательно! А теперь задание. К числу 2 прибавили еще 2. Прибавили еще 2. И еще 2. Мы получили 8. Молодцы! Интересно! А сложение чем мы заменяем? Правильно, ребятки! Умножением. Мы берем по 2 4 раза. И получаем 8. Отлично! Догадались ли вы, ребятки, какая сегодня у нас тема? Еще нет? Тогда у нас все впереди. Грачи летели с юга, в родные края. Сначала они летели тремя рядами, по 4 грача в каждом ряду. Сколько грачей летело в стае? Ребятки, грачи – это птицы. Задачу подобного рода мы с вами не раз решали. Давайте составим рисунок к этой задаче. Итак, у нас есть грачи – это птицы. И мы представим их в виде первого ряда, по 4 птицы. В виде второго ряда, по 4 птицы. В виде третьего ряда, по 4 птицы. Интересно, сколько же птиц у нас летело в нашей стае? Мы берем с вами 4, 4, 4 и получаем ответ 12. Но мы с вами знаем, что мы одинаковые слагаемые можем заменить. Совершенно верно! Мы возьмем по 4 3 раза и получим с вами 12. Так легче, ребятки, скажите? Легче, хорошо. Тогда другой вариант задачи. После отдыха птицы полетели в 4 ряда. По 3 птицы в каждом ряду. Сколько грачей скоро прилетит к нам? Давайте посмотрим, в этот раз как же летели птицы. Они опять построились в ряд, но уже по 3 в каждом. Первый ряд, первая птица, вторая птица, третья птица. Второй ряд. Первая птица, вторая птица, третья птица. Третий ряд. Опять по трое. И четвертый ряд. Опять по трое. Давайте с вами решим, сколько же птиц летело. Тогда мы с вами должны к 3 прибавить 3, прибавить еще 3 и еще 3. И получим 12. Но можем упростить. Тогда мы возьмем с вами по 3 4 раза. И тоже получим с вами 12. Скажите, пожалуйста, при решении первой и второй задачи ответ изменился? Нет. Тогда все, внимание на экран. Мы 4 умножили на 3. И мы 3 умножили на 4. И в том и в другом варианте мы получили 12. С таким свойством, ребятки, мы с вами уже сталкивались. Давайте назовем это свойство. От перестановки множителей произведение не меняется. Замечательно, ребятки. И тема нашего урока называется переместительный закон умножения. Посмотрите внимательно. От перестановки мест множителей произведение не меняется. Вы согласны? Молодцы. И это мы сейчас с вами наглядно доказали. Переместительный закон умножения. Обратите внимание. Посмотрите, пожалуйста, на первую нашу картинку. В первой картинке у нас с вами расположены цветы, которые идут. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. То есть их по 5 в каждом ряду. А скажите, пожалуйста, сколько у нас рядов? Правильно, ребятки, 2 ряда. Значит, мы можем умножить 5 на 2, потому что мы возьмем по 5 2 раза. А теперь можем рассмотреть и второй вариант. Тогда, когда мы берем по 2, скажите, в каждом ряду по сколько раз? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Таким образом мы можем посчитать, что мы можем взять по 2 5 раз. Ребятки, если я 5 умножу на 2, сколько получу? 10. И если я 2 умножу на 5, я тоже получу 10. Скажите, пожалуйста, и в первом случае, и во втором случае ответ изменился? Нет. Правильно, ребятки, потому что мы с вами знаем, что от перемены мест множителей произведение не меняется. Мы знаем, что сложение мы можем заменить умножением одинаковых слагаемых. И наоборот, умножение можем заменить сложением одинаковых слагаемых. Молодцы! Вам понятно? Замечательно! Тогда мы с вами проверим наше домашнее задание. Итак, раскройте, пожалуйста, свои тетрадочки. Давайте проверим, как же вы справились с заданием номер 7 на странице 11. И задание у вас было такое. Вам нужно было вычислить. Вычислить выражение. Смотрим на первое выражение. Число 53 разделили на сумму чисел из 37 и 16. И потом это выражение поделили на единицу. Скажите, пожалуйста, при решении таких выражений, каким правилом вы воспользовались? Правильно, ребятки. Сначала мы решаем выражение в скобочках. К числу 37 мы прибавили 16. Мы получили 53. Молодцы! А теперь какое вы выполнили следующее действие? Правильно, ребятки. Если у вас идет в одинаковом порядке умножение или деление, то сначала вы выполняете то действие, которое идет первым. А первое у нас идет деление. Значит, мы с вами должны число 53 разделить на 53. Мы получаем единицу. И 1 мы делим на 1. Мы тоже получаем 1. Молодцы! Следующее выражение. Итак, сумму чисел, которые входят в деление и умножение, мы с вами поделили на число. 63 разделили на 7, прибавили в произведение чисел из 8 и 6 и поделили на 57. Скажите, пожалуйста, в такого рода подобных выражениях какое действие вы будете выполнять первым? Правильно, ребятки. Умножение или деление. Число 63 мы поделим на 7 и получим 9. 8 умножили на 6, мы получили 48. И только после этого мы складываем. К 9 прибавляем 48, мы получаем 57. И 57 делим на 57, получаем единицу. Следующее выражение. Проверяем. Разность чисел из 560 и 480 умножили на 0 и прибавили 74. Проверяем. 560 минус 480 умножаем на 0 и прибавляем 74, получаем 74. Следующее выражение. 42 разделили на 6, прибавили деление чисел из 0 и 3 и прибавляем 58. 42 разделили на 6, получили 7. 0 разделили на 3, получили 0. Конечно, ребятки. К 7 прибавили 0, получили 7. И к 7 прибавили 58, получили 65. Отлично, ребятки. Следующее выражение. 9 умножили на 5 и прибавили частные чисел, которые состоят из разности чисел 67 и 58. Первое действие мы будем выполнять в действиях в скобочках. 67 минус 58 мы получили 9. А теперь возвращаемся в начало нашего выражения. 9 умножаем на 5, получаем 45. А теперь выполняем деление. 9 делим на 9, получаем единицу. И только после этого мы складываем 45 и единичку и получаем 46. И последнее наше выражение. Единичку умножили на разность чисел из 830 и 830 и прибавили 86. Первое действие выполняется в скобочках. Конечно, ребятки, мы с вами уже поняли, что если мы вычитаем два одинаковых числа, мы получаем 0. А при умножении на 0 всегда 0. Конечно, 0 плюс 86 получаем 86. Ошибок не возникло? Я вас не сомневалась. Замечательно. Проверяем задачу номер 8. В конкурсе «Звездочка» приняли участие 340 человек. Сколько сценических номеров было показано, если каждый участник предоставил один сценический номер? Вы справились с этой задачей? Замечательно. Тогда проверяем. Мы с вами знаем, решение задачи состоит из условия правильного вопроса, решения и ответа. Скажите, пожалуйста, почему вы в решении данной задачи умножили 1 на 340? Правильно, ребятки. А я вам объясню. Потому что мы берем по одному 340 раз. А это значит, мы будем умножать именно 1 на 340. И получаем, 340 сценических номеров было показано. Справились? Молодцы. Тогда продолжаем работать по учебнику. Открываем страничку 12, выполняем номер 2. И перед нами задание. Вычислите удобным способом. Что же это за способ такой удобный, ребятки? Напомните мне. Ведь мы на прошлом уроке с вами проходили. Правильно, ребятки. Удобный способ это тогда, когда нам удобно складывать или умножать числа так, чтобы получались круглые. Вы согласны? Конечно. Перед вами выражение. 2 умножили на 7 и умножили на 5. Скажите, пожалуйста, какие два числа мне удобно умножить между собой? Правильно, ребятки. Посмотрите на экран. 2 умножили на 5 и умножили на 7. Ведь при умножении 2 на 5 мы получаем 10. А 10 всегда легко умножать на следующие числа. 10 умножили на 7, получили 70. Выполняем следующее выражение. 2 умножили на 8 и умножили на 5. Скажите, пожалуйста, какие два числа нам удобно умножить? Молодцы! 2 умножили на 5 и умножили на 8 и получили 80. 5 умножили на 3 и умножили на 3. Скажите, пожалуйста, удобно ли мне 5 умножить на 3, а потом еще раз на 3? Нет, ребятки, неудобно. Удобнее гораздо умножить 3 на 3 и получить 9. И после этого 9 умножить на 5, получить 45. Молодцы, ребятки! Сегодня наше задание. Я хочу, чтобы мы с вами решили задачу. Задача на вид нам кажется очень объемной, но на самом деле она очень простая. Читать только нужно очень внимательно. Давайте читать вместе со мной. С виноградника было собрано 9 корзин винограда сорта Хусайни и 8 корзин винограда сорта Тайфи. В каждую корзину было разложено по 8 килограмм винограда сорта Хусайни, а сорта Тайфи по 9 килограмм. Сколько всего килограмма винограда было собрано и какого сорта винограда было собрано больше? Внимание, ребятки! Самая главная задача правильно составить условия. Составляем. У нас есть два сорта винограда. Виноград Хусайни. Мы знаем, что собрано 9 корзин по 8 килограмм разложили. Из сорта Тайфи 8 корзин по 9 килограмм. Теперь в задаче вопрос. Казалось бы, этого вопроса не спрашивали, сколько Хусайни отдельно и сколько килограммов Тайфи винограда получилось. Но мы с вами должны знать, что каждый сорт мы будем находить отдельно. После этого нас просят найти, сколько всего килограммов было собрано. И потом у нас спрашивают, а какого сорта собрали больше? Вам условия, ребятки, понятны? Тогда давайте решать. Скажите, пожалуйста, какой вопрос мы будем решать первым? Правильно, ребятки! Мы найдем первый вопрос. То есть узнаем, сколько килограммов винограда собрали сорта Хусайни. Для этого мы с вами, ребятки, обратите внимание, берем по 8 9 раз. А это значит 8 умножили на 9, получили 72 килограмма винограда сорта Хусайни. А теперь узнаем, сколько Тайфи. Совершенно верно. Берем по 9 8 раз. И получили тоже, ребятки, 72. Совершенно верно. Сорта Тайфи. Следующий наш вопрос. Мы узнаем, сколько всего. А для этого нам нужно сложить первый и второй сорт. 72 плюс 72 мы получаем. 144 килограмма собрано всего. Но, ребятки, вопрос у нас. На сколько? А это значит, нас просят сравнить, какого сорта винограда было собрано больше. Но мы с вами уже поняли, что сорт-то у нас одинаковый. Но действия выполнить мы все равно обязаны. А для того, чтобы сравнить, какой сорт больше или какой меньше, мы должны от большего числа вычесть меньшее. Но два числа у нас одинаково. А это значит, мы говорим о том, что одинаковое количество винограда. Вы можете решить и вторым способом задачу. А это значит записать выражение. Ну и, конечно, задача решена будет полностью только тогда, когда вы запишите ответ. А ответ у нас такой. 144 килограмма всего было собрано винограда. Сорта хусайни и тайфи. И количество винограда собрано одинаково. Следующее наше задание. Посмотрите внимательно в учебнике. У вас идет объяснение, как письменно сложить и вычесть трехзначные числа. Если вы внимательно посмотрите свой учебник, то вы увидите вот такую картинку. А я хочу показать вам наглядно. Все внимание на экран. Перед нами число 436. И к этому числу прибавили 345. Запомните, ребятки, в письменном приеме сложения мы всегда записываем сотни под сотнями, десятки под десятками, единицы под единицами. Подводим черту, которая показывает, что мы должны сложить. И начинаем решение, как вы уже помните, ребятки, из прошлого нашего урока, именно справа налево. А это значит, решать мы будем сначала единицы. Складываем. К 6 прибавляем 5. Мы получаем 11. А это значит, 1 записываю, а 1 десяток запоминаю. К 3 прибавили 4. Мы получили 7. И 1 десяток, который я запомнила, получаем 8. Молодцы. И после этого складываем сотни. 4 сотни плюс 3 сотни. Мы получаем 7 сотен. Замечательно. И еще один вариант на вычитание. Из числа 347 мы вычитаем число 128. Записываем друг подружкой. Не путайте никогда, ребятки. Начинаем с сотен. Сотни под сотнями, десятки под десятками и единицы под единицами. И решение мы начинаем обратно с единиц. То есть справа налево. А это значит, нам нужно из 7 единиц вычесть 8. Что же мы сделаем? Мы не можем вычесть. Для этого нас выручают наши десятки. Они нам занимают один десяток. И тогда у нас уже не 7, а 17. И вот из 17 мы вычитаем 8, получаем 9. Внимание, что на месте занятого десятка у нас уже осталось не 4 десятка, а 3 десятка. И именно из 3 десятков мы вычитаем 2 десятка и получаем 1 десяток. Ну и из 3 сотен вычитаем 1 сотню, получаем 2 сотни. Отлично, ребятки. Вы замечательно справились с этим заданием. Теперь время пришло нам подвести наши итоги и записать домашнее задание. Если вы, ребятки, сегодня хорошо поработали, я нисколько не сомневаюсь, что именно так и было. Нарисуйте, пожалуйста, наше красивое солнышко у себя в тетради. Ну и запишите домашнее задание. Вам нужно будет выполнить на странице 12 номер 7 и 8. И обязательно повторите таблицу умножения. Мне сегодня было с вами очень интересно. Надеюсь, и вам тоже. Спасибо вам, ребятки, за внимание. Наш урок окончен. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Hello, everyone. Welcome to our English lesson. My name is Miss Tahmina and I'm your English teacher. English for kids for the third grade. And our new theme for today. Unit 1, lesson 3. Are you a driver? First of all, children, let's repeat our last lesson. Дети, давайте повторим наш прошлый урок. Listen to the song about jobs. What job is it? Good. Do you remember? A teacher – учитель. A director – директор. A secretary – секретарь. A farmer – фермер. A farmer – пожарный. A driver – водитель. Good. A housewife – домохозяйка. A cook – повар. A pilot – лётчик. And my dad is – короткий вариант. My dad's. For example. My dad's a doctor. Мой папа – доктор. And a doctor – of course it's doctor. A doctor. Good. Now, your homework. Tick the correct answer. Отметьте правильный ответ знаком птичка. So? Good. She is a doctor. Good. He is a driver. It's a true answer. And he is a fireman. Good. Now, our new thing. Are you a driver? Как мы переведем вопрос? Are you a driver? Are you a driver? Вы шофер? Ну, или же ты шофер? Now, say and remember. Скажи и запомни. Where are you? I am in the library. Где ты или же? Где вы? Я в библиотеке. Or, I am in the park. Я в парке. I am in the canteen. Я в столовой. I am in the gym. Я в спортзале. I am in the zoo. Я в зоопарке. I am in the classroom. Я в классе. So, where are you? I am in the library. I am in the park. I am in the canteen. I am in the gym. I am in the zoo. I am in the classroom. Good. And now, let's try work in pairs. Ask and answer. For example. Are you in the gym? Yes. Или же полный ответ. The full answer. Yes, I am. Вы в спортзале? Или же ты в спортзале? Да. Yes. Yes, I am. Good. Now, are you a teacher? Вы учитель? Или же ты учитель? Yes. Are you a driver? Вы шофер? Или же ты шофер? No. And full answer. No, I am not. Нет. Then, are you a doctor? Вы или же ты доктор? No. Good. So, repeat. Are you in the gym? Yes or yes, I am. Are you a teacher? Yes or yes, I am. Are you a driver? No or no, I am not. Are you a doctor? No or no, I am not. Good. Now, pronounce местоимение. Repeat. I. Yes. You. He. She. It. It. We. You. They. I. Я. You. Ты. He. Он. She. Она. It. Оно. Это. We. Мы. You. Вы. They. Они. Good. Now, the pronoun song. Let's listen. I. 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 And. He. You. 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 Are you. You. And. I. Are we. You. And. I. We. He. 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 Is a boy. She. 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 Is a girl. He. And. She. Are they. He. And. She. They. I. We. You. And. They. He. She. You. And. It. I. We. You. And. He. She. Are pronouns. Let's repeat. I. He. She. The. You. And. They. Good. Now. Pronounce. His. And. Her. He. On. She. Ona. Good. So. He. On. She. Ona. His. Его. And. Your. Io. He. On. His. Его. She. Ona. Her. Io. Repeat. He. His. She. Her. Good. Now, let's play his mom's a teacher, его мама учитель. Now, for example, my mom's a teacher, my mom's a doctor, his mom's a teacher, her dad's a driver, my dad's a farmer, his dad's a fireman. Let's repeat and translate. My mom's a teacher, моя мама учитель. Правильно. My mom's a doctor, his mom's a teacher. Правильно. Моя мама доктор, его, то есть его мама учитель. Your dad's a driver, ее, ее отец, шофер. My dad's a farmer, мой папа, фермер. His dad's a fireman, то есть его папа, пожарный. Good. Now, your homebag. Exercise 4 on page 6. Play. Are you a driver? You will ask from each other and answer. Are you a driver? No. Are you a driver? Yes. Oh, good. I am a driver too. Now, children, let's sing a song. Come on! We're down here for you. zit Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Our lesson is over. I wish you good luck and goodbye. I'm here, I'm here. Don't start the class without me. Zach, you're early. You're the only one here. Well, I had so much fun yesterday and all last night, all I could think of were shapes and numbers. You're the best teacher ever. Oh, Zach, that is so sweet. Every day I rush here to learn about the world with you. Thanks to all the things you say. I get smarter day by day. My eyes are open wide. When you're walking by my side, show me everything. Teacher, teacher, fill up my head. Numbers, colors, and alphabet. Teacher, teacher, please feed my brain. I am hungry to learn again. Circle! Circle! R! Yeah! Teacher, 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 fill up my head. My head. Numbers, colors, and alphabet. Teacher, teacher, please feed my brain. I am hungry to learn again. Teacher, teacher, fill up my head. My head. Numbers, colors, and alphabet. Teacher, teacher, please feed my brain. I am hungry to learn again. Woof! Am I a genius now? Zach, it's only the second day of school. Oh. Thank you. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok